Такой дистант нам не нужен, да и вообще не нужен нам дистант. Примерно к этому можно свести требования общественников, вышедших на пикет. Активисты признаются, вспоминают весенние месяцы как страшный сон, и возвращаться к дистанционному обучению не хотят. Причем аргументы приводят серьезные. У меня два ребенка с противопоказанием офтальмолога. И они вынуждены были с утра до вечера сидеть за компьютером. Даже не за компьютером, за телефонами. Кстати, среди протестующих не только родители, но и педагоги. Они тоже уверены, дистант в том виде, каким он был весной, и каким его предлагают сейчас, усложняет жизнь, и не только школьникам. Педагоги тоже против такого интернет-обучения. Я преподаю технологию. Поэтому я бы еще как-то бы понял математика. И то я против, это еще раз говорю, что это необъяснимые вещи. А в моем предмете это вообще несовместимые вещи. Александр считает, что преподавать должен живой человек. Особенно, если речь идет о школьном формате. Часть митингующих активистов и вовсе уверены, что дистант ставит под угрозу все российское образование. Если смотреть на опыт зарубежных стран, то там есть частные школы, которые платные и очные. И там дети получают живое общение с учителем. Они учатся читать книги. И есть бесплатные социальные школы, там где как раз уже несколько лет применяется электронное образование. Так вот, в этих школах дети не умеют писать уже, например, Америку возьмем. Выход, который предлагают активисты, продолжать учебный процесс в обычном режиме, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности. И считаю, что вводить дистанционное обучение необходимо как можно быстрее. Потому что многие учителя, которые имеют большой стаж, на которых держится все наше образование, находятся как раз в зоне риска. Если мы сейчас протянем, мы начнем терять учителей. Это тоже мнение родителя. И оно тоже обосновано. Ведь, как известно, многие дети болеют бессимптомно. Но их педагоги совсем иначе. И не всегда болезнь заканчивается выздоровлением. Несколько дней назад стало известно, что в ковидном госпитале умерла преподаватель Барнаульской гимназии номер 42 Тамара Дронова. Ей было 58 лет. Между тем, организаторы пикета свою позицию продолжат отстаивать. Но последнее слово в любом случае останется за региональными властями. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком.